В эфире авторская программа Юрия Пранько «Ежедневник». Игорь Борисович, добрый вечер. Да, добрый вечер. Спасибо, что позвали. Автор новой книги «Как нам понимать свою страну». Книги бестселлера. Не, на самом деле, да. Уже? Да, да, совершенно точно. Не успели написать уже? Нет, но она вышла несколько месяцев назад. Это бестселлер магазина «Библиоглобус». Отлично. «Русская идея и российская идентичность. Прошлое, настоящее будущее» — это тема нашего разговора. И Игорь Борисович пришел к нам. Нет, это называется «Как нам понимать свою страну». Да, безусловно, как нам вообще нас самих, самих себя понимать. Пришел не с пустыми руками, принес две книги, которые одну мне. Нет, тогда принес три книги, одну мне и две нашим слушателям, то бишь вам, господа. И прямо сейчас, прежде чем мы начнем разговор, Игорь Борисович задаст вам вопрос. Первый. Во второй части программ «После 18.30» будет второй вопрос. И вторая книга будет разыграна. Напомню, наши средства связи. Плюс 7903-797-6333. СМС-портал. Телефон прямого эфира 730-101. Код Москвы 495. Сильвер.ру, официальный сайт «Серебряного дождя» в интернете. Итак, внимание, вопрос от Игоря Чубайса. Вот я несколько вопросов набросал. Один вопрос, может быть, очень острый, но я хочу его задать. Я его ни с кем не согласовал. Это моя инициатива. Почему не случись захвата власти большевиками в 17-м году, Вторая мировая война была бы, скорее всего, просто невозможна? Кому принадлежит эта фраза? Это мне принадлежит эта фраза, да. Подождите, вы хотите поразмышлять, почему вместе с нашими слушателями? Я думаю, тут такие альтернативы версий будут, что сложно выбрать лучше. Мы выберем, но можно назвать некоторые факты, некоторые документы. Вот если бы большевики не захватили власть в России, Вторая мировая война была бы практически невозможна. Я это утверждаю, но спрашиваю, почему. Почему? Можно спорить, можно сказать другое. Ваши репети, ваши ответы. И мы выявим с помощью нашего сегодняшнего гостя наиболее близкий автору книги. Ну, или, может быть, меня опровергнут. А может быть, опровергнут. Я готов, да. Плюс 7903-797-6333. Отправляя свою реплику, отправляя свой ответ на поставленный вопрос Игорем Чубайсом, не забудьте отправить свое имя, контактный телефон. И одна из сегодняшних книг, Игорь Чубайс, как нам понимать свою страну, достанется именно вам. Игорь Чубайсович, так сложилось, так совпало. И мне, как профессиональному журналисту, это очень нравится. Именно сегодня, в день нашей с вами встречи, Верховная Рада Украины приняла закон об осуждении коммунистического режима 1917-1991 годов. Более того, в этом же законе осуждается и фашистский режим. В этом же законе действительно открываются архивы КГБ и других спецслужб. Одним словом, очень резонансный закон, уже принят Верховной Радой Украины. Господин Симоненко, лидер Коммунистической партии Украины, уже заявил, что это решение поставило под угрозу существование Украины как государство. Я цитирую его по Ария новостям. На ваш взгляд, в России скорее поддержат данный месседж, который одобрен украинским парламентом? Или скорее вот у нас сейчас начнутся тут такие истеричные припадки о том, что Украина возвращается непонятно куда и возвращается ли? И как вот можно осудить коммунистический режим? Если, ну мы-то точно с вами вышли из той эпохи. Ваш взгляд на произошедшее? Я думаю, это очень важное знаковое решение, которое будет иметь большой резонанс, большие последствия. Думаю, что у нас в стране реакция будет разноплановой. Однородной реакции не будет. Вот, конечно, найдутся люди, которые, видимо, теперь потребуют... Вот до сих пор у нас возмущались. То есть, как это в Украине говорят на украинском языке. Потому что они русские, что ли, не могут, да? Я думаю, что после открытия архивов КГБ нам у нас прозвучит предложение, как это украинцы на русском. Пусть все переводят на украинский, пусть все, все документы, все архивы КГБ, все пусть будет на... А еще лучше там на польском, на каком угодно, только не на русском, да? Вот, то есть, возможно, такая реакция. Я вот лично, мое мнение, моя оценка, я счастлив, что это сделано, потому что одно слово «правда» весь мир перетянет, потому что у лжи короткие ноги, потому что нам, не зная нашу историю, вообще нельзя принять никакое правильно, адекватное решение. Могу заодно сообщить такую вещь, о которой первый раз говоришь, часто люди не верят. Такого не может быть, это невозможно. Вот у нас архивы не просто полузакрытые, но у нас с 1918 года документы архивов уничтожаются, уничтожаются. То есть, получается, что власть несовместима с собственной историей. Понимаете, я не зная историю, историю так же, как обычный человек, он смотрит в зеркало, там, причесался и пошел в люди, да? А вот история – это зеркало для народа, для нации, для общества. Нужно понять, какие мы, где, чего, как. А этой истории, этого зеркала у нас нет, оно кривое. Вот в Украине начинается возвращение, и, собственно, продолжается возвращение истории. Эти архивы будут в Институте национальной памяти. Я, кстати, был в этом институте не так давно, где-то там месяца четыре назад. Они говорили, что они ждут такое решение. Вот я рад, что оно было... А нам рассказали, для чего это? Вот для чего это необходимо сделать? Почему украинцы это сделали? И маловероятно, да, наверное, подобное в России? Или вероятно? Я думаю, что в России это произойдет. Другой вопрос – когда это произойдет? Но это должно произойти. Почему это важно? Почему это необходимо? Да, я с удовольствием отвечу на этот вопрос. Конечно, можно долго рассуждать. Я попробую коротко. Знаете, вот... Мне просто представляется тема решения Верховной Рады и тема нашего разговора очень близкая. Одно из другого проистекает. Если не знаешь историю, если ты живешь мифами, то очень сложно себя самоидентифицировать. Ну, я бы сказал так, что у нас... Вот президент часто жалуется, что ему приходится вручную управлять страной. Но я бы добавил, что у нас страна ручного права, ручного управления историей. История у нас тоже вот варьируется, как это нужно. Вот вы же помните, что... Я, конечно, старый человек, но думаю, что вы тоже... И слушатели наши помнят, как в 79-м году вошли войска в Афганистан, было сказано, что это интернационализм, это же помощь братскому народу, да? А в 90-м году съезд народных депутатов завел, что это тяжелое политическое преступление, моральные действия. А сейчас опять Софет собирается пересмотреть оценку, дать другую оценку. То есть, ну, это не история. Нас пацанов в 80-х пугали. Будешь плохо учиться, пойдешь в Афганистан. Ну, конечно. Вот это я очень хорошо помню. Можно уйти хотя бы в такие детали, что вот эта интернациональная помощь, как правило, оказывалась людьми, которые не собирались ее оказывать. Более того, им даже не говорили, куда их везут. И только в районе Кушки, когда они уже были на советско-афганской границе, и понимали, им объясняли, что вообще-то вы едете в Афганистан. Поэтому, ну... Но возвращаясь все-таки к решению Верховного народа. Почему это важно? Почему это необходимо? Да, почему необходимо? Знаете, вот есть такой почти афоризм. Прошлое никуда не уходит, оно даже не становится прошлым. То есть, дело в том, что все, что происходило... Вот, как бы, ситуация, я бы сравнил с таким каким-то пластиковым покрывалом, которое то прогибается, то вытягивается. Вот все, что происходило, оно попадает на это полотно пластиковое, и оно может снова подняться, опуститься, уйти, приблизиться. Вот, и то есть, то, что было в истории, может повториться. Раз это люди сделали, значит, они могут это вернуть, могут повторить. Поэтому, что же делать в такой ситуации, как действовать? Нужно обязательно историю... Нужно не исключать историю. Мне иногда говорят, вы что хотите, советское время вычеркнуть? Ни в коем случае за все ответите. Нужно ввести шкалу оценок. Нужно понять, что позитивно в нашей истории, чем мы можем гордиться, а что ужасно, страшно, что Солженицын сказал, что 20-й век России проиграл. Он же не случайно это сказал. Это вот не самый как бы заурядный мыслитель российский. Нужно это каждый день повторять и думать, что же сделать, как, почему. Вот украинцы фактически об этом задумались. Если мы поймем, что произошло, дадим оценку, это будет наиболее эффективным методом уйти от повтора того негатива, который у нас будет. Но в России чаще я слышу мнение о том, что это переписывание истории. Что, дескать, такие решения, они дезавуируют ту же гордость за победу, за великую победу, за то, что мы внесли свой вклад, а нас вот пытаются чуть ли не на обочину истории выкинуть. И я допускаю, Игорь Вячеславович, что после сегодняшнего решения Верховной Рады Украины именно такие мнения в России будут доминировать. Понимаете, во-первых, вы сказали, что историю переписывают. Я бы уточнил, на мой взгляд... Я цитирую практически господина президента, который через день точно произносит эту фразу. Ну, вот у нас ее и переписывают. В 54-м году Крым вернулся в Украину, а в 91-м прошел референдум, по которому крымчане высказались за возврат в Россию, но их не услышали. А вдруг в прошлом году опять референдум, и нам говорят, да что там в 54-м? Слушайте, ну мы же не дети малые, нельзя переписывать историю. Я где-то слышал такую формулировку, это было валентуристическое решение Хрущева. Ну, всякое решение... По крайней мере, пропаганда об этом говорила. Да, ну, кстати, у нас никто не разобрался, почему его отдали Украине, я этим занимался. Я этим написал до того, как то же самое сказал Фалин, бывший член ЦК, который, опираясь на документы, это сказал. Но это немножко другой сюжет. А когда вы говорите, что историю у нас переписывают, я бы уточнил. История у нас не написана, поэтому ее надо не переписывать, ее надо написать. Она не написана, есть масса важнейших событий. Ну, вот я сейчас неправильно сказал, не масса, есть ряд очень важных событий в 20-м веке, которые просто практически не проанализированы, не установлены причинные связи. Например? Ну, например, то, что мне очень близко, можно много всего назвать. Например, вот существует, если бы я задал вопрос, там, не знаю, студентам, а почему вот Сталин был кровавый диктатор, да, а Хрущев был, которого сейчас, по-моему, такой либеральный руководитель. Почему от жестокого тоталитарного режима страна перешла, ну, достаточно мягкому гуманному управлению? А традиционный ответ, ну, как 20-й съезд, партия, вы что, не знаете, что ли? Партия ведь сама осудила, сама дала правильную оценку сталинским искажениям, да? Вот, я убежден в том, что это миф, потому что дело вовсе не в 20-м съезде. Вообще трудно представить, что 21 февраля 56-го года весь советский народ, как один человек, поддерживал политику Сталина, а ночью Хрущев выступил с докладом, который был опубликован почти через 30-е. И на следующее утро все изменилось. И весь советский народ единодушно осудил, да? А дело совершенно не в этом, дело в том, что летом 53-го года произошло два мощнейших восстания в сталинских лагерях. Одно было в Норильске, это была фактически такая тотальная забастовка. А второе в Иркутинское восстание, когда сначала одна бригада вышла на работу и уничтожила охрану. Там, кстати, были бандеровцы, вот бандеровцы, бандеровцы, власовцы, они и сработали на крах сталинщины, им нужно в пояс поклониться. Мы бы до сих пор, если бы мы дожили... Ну, то есть это реальные враги советского режима? Враги советского режима, но, в общем-то, я не считаю их врагами России. Они не враги России, потому что... Ох, сейчас мы получим стойко репет на СМС-портал. Да, то есть прошли восстание. Вы оправдываете фашизм, вам скажут. Знаете, я отвечу словами... Нет, ну, конечно, когда у нас говорят, что на Майдане произошел фашистский переворот, а весь мир говорит, что там революция достоинства победила, тогда как-то вот язык, которым вы пользуетесь, он нуждается в переинтерпретации, потому что все говорят, Европа... В осмыслении! Да, это новояс, это все Орвелом описано. Что такое экстремизм? Орвел ответил, это когда на фоне тотальной лжи кто-то говорит правду, тогда это называется экстремизмом. Вот, поэтому, что касается... Великолепная формулировка. Да, я думаю, что он понимал, что говорит. Вот, я еще одну вещь приведу. Что-то мне цитата меня стала говорить. Я сказал сейчас о Власове, о том, что он, значит, вот он боролся с фактами... Уже сначала он защищал страну, это тоже очень важный факт. Он поменял позицию только после того, как... Ну, считает, например, бывший мэр Москвы Гаврил Харитонович Попов, он, я читал его работы, мы с ним общаемся иногда. Вот, он сказал, что Власов в Киеве, ведь он вывел войска наши из киевского котла. Там из-за Сталина 600 тысяч бойцов Сталин отказался дать приказ на отступление. Это все вот такие детали, которые долго рассказывать. И 600 тысяч человек попало в котел. Власов смог вывести свою дивизию, вывел. И когда началась битва под Москвой 3 декабря, 4 декабря, Власов первый пошел в наступление, первый разбил врага, первый нанес удар по фашистам. А потом, когда он понял, что победа Советского Союза неизбежна, это вопрос времени, 2 года, 3 года, но потенциал, еще же США вступили в войну. Все, значит, победа гарантирована. После этого, по рассуждению Гавриила Попова, он перешел туда, но он никогда не был фашистом. Это просто абсолютно точно. Он был в контакте со Штауфенбергом, вообще надо иметь в виду, который организовал покушение на Гитлера, и Штауфенберг не сдал Власова. Но к этому ко всему я добавлю, что высказание Солженицына, который сказал, что Советский Союз соотносится с исторической Россией как убийца с убитым, поэтому не защита, советский режим уничтожал Россию. Ленин в 18-м году написал, мало кто знает, фразочку, за которую вообще нужно за соответствующие места его прицепить, вытащить из Мавзолея. Он написал, большевики завоевали Россию, вы понимаете? А мы сегодня Мавзолеемся тут 190 лет, сколько ж можно. Игорь Чубайс, автор новой книги «Как нам понимать свою страну» здесь и сейчас в ежедневнике под Серебряным. Дождем свои комментарии, реплики, вопросы моему сегодняшнему гостю. Присылайте на смс-портал 7903-797-6333. Игорь Чубайсович, так мы нынешние россияне, мы как себя самоидентифицируем? Мы вообще кто? Мы наследники СССР, мы наследники вот этой тысячелетней истории, мы наследники Российской империи. Вот на мой взгляд, на самом деле у нас какая-то история, особенно в последний век, за минувший век, она разрывалась в клочья в буквальном смысле. Я сейчас читаю Акунина, Чехартошвили, его работу «Аристономия», этот роман. Я вчера написал у себя в Фейсбуке, ребята, я вам всем рекомендую. Я прочитаю, потому что это нечто. Чехартошвили описывает. Понятно, что задним умом, но тем не менее, какие формулировки. Я обещаю, я напишу рецензию на вашу книгу обязательно. Просто это первый случай, когда мы совершаемся до того, как я прочитал работу. Да, я знаю, что вы читаете мои книжки внимательно. Вот скажите, так вот кто мы? Ответ на вопрос «кто мы» не может быть с моей точки зрения, вообще не буду все время повторять с моей точки зрения, я вам скажу свое мнение. Конечно. Не может быть однозначным сегодня. Проблема заключается в том, что ситуация чудовищно запутана. Поэтому как раз вот эта книга и предлагает, это маленькая книжка, небольшая. У меня была толстая книга «Российская идея», тоже бестселленная. Там 500 страниц. А это 100 страниц. Легко взять, там, в метро едешь и прочитал. Или в самолеты за полет можно прочитать. Да, легко, да. То есть после краха СССР мы оказались в некой непонятке, в некой неопределенности. У нас единственное слово за 25 лет, русское слово, которое вошло в наш оборот, вот это слово «беспредел», очень точное слово, исчезли всякие правила. Мы не в СССР, а где мы? Так вот, вообще-то есть три варианта решения ответа на вопрос. Есть партии, есть избиратели, которые голосуют за эту пресловутую КПРФ, и которые говорят, да нужно вернуться в советский, улучшенный, справа, но, да, вот наше будущее улучшено СССР. Есть второй вариант. Есть люди, к сожалению, которые считают, что вся наша история вообще дурацкая. Вот как Владимир крестил, как в Великий Новгород пришли там рюрики, да, вот все было неправильно до сегодняшнего дня. Поэтому уже всю историю вычеркнуть, и нужно бежать за Западом. Вот западники есть, либо СССР, либо бежать на Запад. Это третий вариант, который я, собственно, и принимаю, отстаиваю, пытаюсь как-то разработать. Третий вариант исходит из того, что, во-первых, в нашей истории после 1917 года произошел разрыв. Советский Союз – это не Россия. Советский Союз – это не Россия. Вот так же, как Третий Рейх – это не ФРГ, это мы понимаем, да, и у меня к Третьему Рейху у любого нормального человека нет. Я не знаю, как у Меграняна, который там Гитлер, ну, чиновник официальный, ему это можно, да, вот, но если бы меня силой заставляли прославлять Рейх, я бы, лучше бы, я не знаю, покончил, это ужасно. Согласен. Да, Третий Рейх – это одно, а ФРГ – это совершенно другое. Но мы никак не можем осознать, что Советский Союз и историческая Россия – это совершенно разные государства. Статья Ивана Ильина, которого иногда у нас цитируют, у нее есть замечательная статья, которая называется «Советский Союз – не Россия». Вот она вот так и называет, потому что там масса любопытных вещей в этой статье, которые сегодня мало кто знает. Вот, то есть первый тезис у нас произошел разрыв. Так. Первый тезис. Второй тезис. Ну, часто говорят, ну, разрыв, ну, и, в следующем, мы порвались, то есть, с исторической Россией. Убогой, лапотной, невежественной, дремучей, отсталой, там, и так далее, и так далее, да. Вот та Россия была одной из самых, одним из самых успешных государств планеты. Это я не привлечу аргументив. Почему? Потому что только за 500 лет своей истории, начиная там с 1325 года, когда Иван Калита стал московским князем и стал себе прикупать земли, навряд ли он думал, что через 500 лет мы дойдем до Аляски, до финских болот, до северных морей и до азиатских песков. Мы сейчас прервемся, напомню, здесь Игорь Чубайс, что поделаешь, надо деньги тоже зарабатывать. Да ладно, зачем нам? Автор книги «Как нам понимать страну» плюс 7903-797-6333. Кстати, присылайте свои вопросы в комментарии и ответы на вопрос, который Игорь Борисович поставил в начале эфира. 18 часов 37 минут. Потрясающий, крайне интересный собеседник сегодня у нас в гостях. Это Игорь Борисович Чубайс. Я не учу вам. Юра недооценивает. Я ничего, да, я еще все дефирамбы не сказал. И Игорь Борисович сегодня принес к нам, к нам пришел не с пустыми руками, он принес свою новую книгу «Как нам понимать свою страну». Я честно вам скажу, это первый случай, когда я еще не прочитал, но уже встретился в эфире с автором. Одну книгу мы отправляем в Калининград Алексею. Телефон, которого заканчивается на 77.45. Игорь Борисович, вот что прислал наш слушатель из этого самого западного российского города, отвечая на вашу реплику. Потому что Российская империя не воевала бы на стороне гитлеровской Германии с 1 сентября 1939 года по 21 июня 1941 года. Ну, это некоторый штрих, можно точнее. Дело в том, что Российская империя побеждала в Первой мировой войне. Причем об этом не я говорю, а об этом сказал президент Путин. Он выразился так два года назад в Совете Федерации. Он сказал, что поражение России в Первой мировой войне – это акт национальной измены. Вот его слова. То есть большевики захватили власть, сделали это на немецкие деньги и сдались Германии, которая через семь месяцев проиграла войну. То есть не было бы российского поражения, Россия не стала бы изгоем. А Россия и Германия стали европейскими изгоями. И в 1922 году они заключили тайный Рапальский мир, по которому немецкая армия, на которой был запрет, стала возрождаться на советской территории. Ну и так далее. 1939 год, когда Сталин обязался поставить сырье в Германию, причем того, что не было в России, поставлялось из третьих стран. И это привело к тому, что Англия и Франция объявили войну Германии 3 сентября 1939 года. 1 сентября немцы напали на Польшу, 3 сентября Европа отреагировала. Они не начали боевые действия, но они устроили морскую блокаду, и немцы не могли получать товары из внешнего мира. Советский Союз спас Германию, поставил сырье. Это позволило немцам захватить Европу, а потом усиленным напасть на Советский Союз. Исчерпывающий комментарий. Я поздравляю нашего слушателя Алексея из Калининграда. Вам уходит эта книга, и у нас вторая есть. Второй экземпляр книги Игоря Чубайса «Как нам понимать свою страну». Внимание, вопрос. Вопрос я такой задам. Кто первым сказал, что над русской историей опустился железный занавес? Кто первым в истории? Ну, кто первым сказал? Ну, это, естественно, 20 век. Вот мы говорим о том, что наша история разорвана, и сейчас это многие не понимают, они соглашаются. Но первым об этом было сказано давным-давно. Не подсказывайте. Нет, я не подсказываю. Кто первым сказал, что над русской историей опустился железный занавес? Кто и когда? Плюс 7903-797-6333. Отправляя свой ответ на поставленный вопрос, не забудьте подписать и сообщить свой контактный телефон. Это «Дождь». «Дождь». «Серебряный дождь». «Серебряный дождь». Вы слушаете «Серебряный дождь». И здесь Игорь Борисович Чубайс. Игорь Борисович, я вас беспардонно прервал в первой части нашей программы. Пожалуйста. Да, да. На самом деле, я сейчас уже заметил про себя, что я вот погружаюсь в то, что вы говорите, и с таким вниманием слушаю, пожалуйста. Я умолкаю. Ну, мы ведь говорили о чем? Мы говорили о том, какова наша идентичность, кто мы, какова наша страна, почему книжка называется «Как нам понимать свою страну». Я сказал, что после краха СССР возникла одна возможность вернуться в Новый СССР. Вот раз награбли, еще раз, да. Вот есть такая партия, такие. Второй вариант. Некоторые говорят, что да вся наша история вообще совершенно никуда не годная, неправильная, и все нужно выкинуть, догонять Запад. Третий вариант. Я его сформулирую, но здесь несколько пояснений. Значит, первый, то есть, во-первых, наша история разорвана. После 1917 года это не Россия, а другое государство. Во-вторых, ну, на этом мне говорят, ну, разорванная, разорванная. Что такое та Россия? Подумаешь, нашли чем гордиться? Убогая, лапотная, невежественная, дремучая, отсталая, царская, да? Вот я должен сказать, что та Россия была одним из самых успешных государств планеты. За 500 лет своей истории с 14-19 века мы прошли путь, наши предки прошли путь от московского княжества до Аляски, азиатских песков, северных морей, финских болот, собрали самое большое в мире государство, как и Британская империя, но занимала одну шестую часть суши. А с 80-х годов 19 века расширение прекратилось вообще. На европейском, на западном оно прекратилось после 1515 года. В 1509 в Финляндии вошло, и в 15-м в Варшавской княжестве. А в целом расширение прекратилось в 80-е годы 19 века, и начался рост качественный, не количественный, а качественный. Первое экономическое чудо – это Россия. Самые высокие в мире темпы экономического роста на протяжении 30-40 лет – это Россия. Построенный Транссиб за 20 лет, до Транссиба, сейчас вообще-то мало кто понял, был построен КВЖД, Китайская Восточная Железная Дорога, еще более протяженная, еще более, так сказать, эпохальная. За все советские годы автодорога Москва-Владивосток построена, и Питер-Владивосток построена не была. Ну, можно много цифр называть, я могу сказать такие вещи, которые мало кто знает. Например, в начале века финские и шведские газарбайтеры заполонили Питер. Шведские, финские, я не оговорился, заполонили Питер. У нас была бесплатная медицина земская, у нас с 1908 года вводил всебище бесплатное начальное образование в стране. У нас 18 лауреатов Нобелевской премии, это люди, которые получили образование в исторической России, а потом были вынуждены покинуть страну и за рубежами уже заработать. И, тем не менее, разрыв. Это та, да, разрыв, конечно, вот в книге я объясняю, почему он произошел. То есть я сейчас очень коротко скажу, какой была та Россия. И третий тезис, то есть кто мы. Вот, ну, нужно учитывать опыт Запада, нужно осудить Советчину. Это страшная беда нашей страны, нашей истории. Но нужно продолжить российский маршрут, преемство с исторической Россией с учетом западного опыта. А это возможно? Вы знаете, к чему это приводит? Простите, я тогда начну с вами уже полемизировать. Это приводит к тому, что скрещивают ежа с ужом, Сталина с православием. Нет, вы меня не поняли. Нет, что вы, что вы, что вы, что вы. Ни в коем случае. Нужно на Советчине, нужно поставить крест, нужен русский Нюрнберг. Нужно дать правовую оценку. Что с нами было 70 лет? Вы считаете, что массы к этому готовы? Вы искренне в этом убеждены? Вы знаете, но... Массы ностальгируют по сильной руке, а желательно еще и по совковому собесу. Я сейчас поступлю очень нескромно. Не поступайте. Пусть они до мной посмеются. А вы представьте, что вы беседуете не со мной, а с Коперником. Да, он говорит, слушайте, да не Солнце вращается вокруг Земли, а Земля вокруг... А что, масса к этому готова? Да, он 20 лет не публиковал результаты своих исследований, но все-таки он был прав. Поэтому меня интересует истина. Я не политик. Я стараюсь быть исследователем. Игорь Борисович, хорошо, я с другой стороны займем. Более того, я скажу, дело в том, что вот эта идея преемства, это то, что реализовано фактически во всех странах Центральной Европы, которые были коммунистическими. Это реализовано в Эстонии, Латвии, Литве. Ведь с чего они начали? Это та же Эстония. Когда рухнул коммунизм, ведь Эстония не является правоприемницей Эстонской Советской Социалистической Республики, как и Латвия. Вот нынешняя Эстонская Республика не пара. Нет, нет. Они отменили Советскую Конституцию, они вернули Конституцию Эстонии межвоенную. В тот же день объявили, что мы приостанавливаем действия нашей Конституции, ее доработали и вписали в современность. И теперь они правоприемники той истории. Всюду в Европе, в бывшей коммунистической Европе прошла иллюстрация. То есть всех коммунистов, всех силовиков сказали, ребята, мы вас не сажаем, не трогаем, но вы не можете быть во власти, и не можете быть в образовании. Всюду в этих странах в той или иной форме прошла реинституция, то есть они вернули собственность историческим. Это и есть преемство. Конечно, после 40 или 50 лет это сделать проще. Торпеда заключается в том, что та же Эстония, Литва, Иландия и даже Польша были значительно меньше в подгнетом, скажем так, или в условиях коммунистических режимов, нежели Российская Федерация, нежели Украина, нежели Беларусь и другие составные части некогда Советского Союза. С кем мы будем сейчас сопрягаться? Объясните мне. Вот мы объявим реституцию, мы где будем находить этих бывших собственников? Вы знаете, реституция на самом деле прошла, хотя многие не заметили. Возвращение храмов, возвращение собственности православной церкви, это в некотором смысле есть реституция. Причем это тот редкий случай. Вот вся приванизация носила искусственный характер, сплошь шли захваты, перезахваты, переделы. Но никакой, значит, человек с кучей автоматчиков не ворался в храм, не сказал валить. Отсюда здесь был склад горюче-смазочных материалов, он будет опять у меня складом. Потому что вот понятно, что это не склад, а что это храм. Хорошо, применительно к церкви это произошло. Можно раздать, скажем, ну не раздать, вернуть. Но у нас остались родовые имения, писатели, некоторых художников, там Поленова, Толстого Ясная Поляна. Есть потомки. И важно вот хотя бы в малой форме это сделать, это будет знаком. Игорь Ильич, вы помните потомок Достоевского на встрече с Путиным, что сказал? Сейчас, подожди, у меня сразу возникла ассоциация. Нет, не помню, что он сказал. Вот хорошо, что вы не помните, что он сказал. Нет, я знаю, что ему сказали. Я знаю, что ему сказали. Потому что когда он полез чуть ли не обниматься с Путиным, ему не буду называть кто, но это могу назвать за эфиром. Человек сказал, ты особо не лезь, потому что охрана предупреждать не будет. Она стреляет без предупреждения. Хорошо, вернемся от потомков. Хорошо, есть разные формы, да? Но вы считаете, вот это сопряжение, это правоприемство можно соблюсти, отказавшись от советской преемственности? Ведь сейчас официально Российская Федерация является правоприемницей Советского Союза. Совершенно верно. То есть мы являемся продолжением СССР, тупикового, квази-тотаталитарного, незаконного государства, которое рухнует. То есть как возник СССР? Что произошло, если мне еще есть там три минуты? Две минуты. Есть узловая точка нашей истории, которая толком не объяснена, не описана. Откуда был февраль 1917 года? С какой стати? Ни с того, ни с сего, да? Его вообще как бы не вспоминают. Он как бы вот октябрь, это да, это великая пролетарская. А что было в феврале? А что происходило в России? Россия на протяжении многих столетий легитимировалась, узаконивалась. Каждый государств должен иметь какие-то основания. Не я ворвался во власть с автоматом, сказал, все ложись, слушай меня, да? Какие-то основания были в России? Россия была легитимирована через Бога. Император был помазанник Божий. Причем это сегодня для многих звучит странно, но в той стране, где все были верующими, император был верующим, это означало полная гарантия. Все. И он действовал как представитель, как уполномоченный высшего-высшего лица, да? Вот. Конец 19 века. Появляются атеисты, нигилисты, террористы. И Достоевский говорит, если Бога нет, все дозволено. Он предупреждает, что на это отвечает Россия. Да, действительно, серьезная проблема. Как быть? Февраль. Февраль говорит, смысл февральской революции? Февраль 17-го. Февраль 17-го, да. Февраль 17-го говорит, мы переходим от религиозной легитимации гражданской. Мы проведем выборы в учительное собрание. И тогда граждане будут решать, верующие, неверующие, это традиция. И временное правительство затянуло с выборами. Большевики 25-го октября пришли в Зимний двор и сказали, ребята, уходите, мы проведем выборы. Почему их сразу не выкинули, к черту матери? Они сказали, да вы не проводите, затянули, а мы проведем. И провели через три недели выборы. И на них с треском проиграли. И проиграв, получив меньше четверти голосов, они не сказали, ребята, вот правые эсеры победили, да, центристы победили, но они формируют правительство. Нет, они поступили иначе. Когда собралось учительное собрание, они уже создали ВЧК, выкатили пулеметы, и питерские рабочие, питерские граждане, которые шли на защиту учительного собрания, получили свинец от большевиков. В них стреляли. С этого момента большевистское государство незаконно, оно не проводило выбора. Оно свергло законную власть и никакую закону не утвердило. Поэтому нельзя быть преемником СССР. То есть, на ваш взгляд, нынешняя Российская Федерация является правоприемницей незаконного образования и нелегитимного государства. Совершенно. В этом наша беда. У нас неправое государство. Игорь Чубайс, здесь и сейчас, в студии прямого эфира «Серебряного дождя» в программе «Ежедневник». Игорь Ильич, очень коротко напомните свой вопрос. Я спросил, кто первым сказал, что над русской историей опустился железный занавес? Плюс семь девятьсот три семьсот девяносто семь шестьдесят три тридцать три. Тот, кто первым правильно ответит на этот вопрос, вы получите новую книгу Игоря Чубайса «Как нам понимать свою страну». Прервемся на пару минут. Ежедневник. Восемнадцать пятьдесят шесть. Напротив меня, здесь в студии прямого эфира Игорь Чубайс. Это «Ежедневник» плюс семь девятьсот три семьсот девяносто семь шестьдесят три тридцать три. Я сразу предлагаю объявить имя победителя, чтобы мы не забыли. Вторая книга уходит в Истру, Владимиру, телефон которого заканчивается на восемьдесят четыре семнадцать. И теперь, внимание, правильный ответ от Игоря Борисовича. Все, наверное, знают, что Черчилль в сорок шестом году сказал футонской речи. Но задолго до Черчилля, в тысяча девятьсот восемнадцатом году, в очень маленькой работе «Апокалипсис нашего времени», в восемнадцатом году Василий Розанов написал над русской историей «Скрипом, скрежетом и крохотом опускается железный занавес». Ну и возвращаясь... Василий Розанов. Чтобы все знали, да. Возвращаясь к нашей теме, которую мы с вами продискутировали этот час. Сейчас, на ваш взгляд, нынешнее российское общество, я сейчас не про власть, а именно про общество, готово к тому, чтобы дать оценку советскому периоду? Готово ли к правоприемству с той страной, которая была до революции семнадцатого года, октябрьского переворота? Или, в общем-то, это, знаете, такие интеллигентские рассуждения в студии прямого эфира «Серебряного дождя» и, ну, мы точно на нашем веку не заметим это в истории нашей страны. Взгляд Игоря Чубайса. Я думаю, что у нас разрушено образование через систему ЕГЭ. У нас очень слабая высшая школа, которая в прошлом была очень сильной, кроме гуманитарной, как гуманитарная была в России сильной. Вот. Огромное количество людей покинуло страну. Есть цифры, что сейчас количество уезжающих из России выше, чем в годы гражданской войны. Хотя, кстати, в начале XX века Россия была второй в мире по числу въезжающих в страну. Поэтому уезжают наиболее квалифицированные, наиболее подготовленные. Тем не менее, я считаю, что все эти проблемы разрешимы. Для этого нужна честная информация. Для этого нужно знать, что происходит. Нужно открыть архивы. Знать собственную историю. Знать историю, интересную историю. Вы знаете, вот Польша, мне очень близкая страна, у меня первая диссертация была по Польше, я там регулярно бываю. Там вообще было понятие подпольное государство. То есть даже во время немецкой оккупации там была не только армия Краева, там не только выходили подпольные газеты, там защищались даже докторские диссертации подпольные. Они тянули себя, вытягивали, они вкладывали в это силы, энергию, волю, жизнь иногда, чтобы сохранить польскую идентичность. Польское государство не существовало 120 лет. Как только в 1818 году возникла первая возможность, они возродились, восстановились, и они воссоздали себя. У нас тысячелетняя история до большевиков, а большевизм 70 лет. Нужно помнить свою историю, ценить, изучать, воспитывать детей, нужно рассказывать об этом. Тогда мы поймем, кто мы, и тогда у нас будет будущее. — Мне очень хочется разделить каждое ваше слово, подписаться под каждым из них и надеяться, что люди действительно... Понимаете, мы же не агитируем ни за белых, ни за красных. Мы предлагаем изучать историю собственной страны. — Это есть настоящий патриотизм, почвенный патриотизм, не прославление власти, а переживание за свой язык, за свою историю, свою культуру, свою землю, свой народ. Вот это... — Игорь Ильич, спасибо огромное, мне было приятно провести с вами этот час. — Спасибо вам. — Игорь Чубайс, автор новой книги «Как нам понимать свою страну», был сегодня в ежедневнике «Под серебряным дождем». Спасибо тем, кто участвовал в нашем сегодняшнем разговоре. «Кchargeismus» « pauвкас, палив insecurity» «Н ... «Под серебряный дождь» «Под серебряный дождь». «Перек расскажет свою страну»